Из года в год с наступлением осенне-зимнего периода нас ожидает эпидемия гриппа. Грипп у РВИ составляет 95% всех инфекционных заболеваний в мире и отнимает суммарно до года полноценной жизни. Более человек находится в беспомощном состоянии, страдает от озноба, головной боли и высокой температуры. А ведь во многих случаях инфекции можно избежать, и лучший вариант – вакцинация. Правда, если взрослый человек сам принимает решение создать дополнительную броню для иммунитета, то из-за беспечности некоторых родителей из года в год без прививок остаются около 2-3% юных жителей нашей страны. Прививки – это профилактика любой болезни, то есть ее абсолютно важно делать. Как уже можно сказать, при любой прививке она обеззараживает группу, в которой находится человек. Если мы говорим про маленьких детей, которые в саду, это самые большие подъемные заболевания на период, когда первый раз идут в сад, первый раз идут в школу. И если прививки я не буду делать, это одна группа детей, которые находятся там, будет менее подвержена риску заболевания различных инфекций. После приписки с родома первая прививочка идет в 2 месяца, 3-4 год. Если мы говорим уже о прививках, такие как агрипп и ковид, они идут как показания уже с полугода жизни. И до конца жизни уже можно будет это делать. Это мы уже берем и детей, и взрослых, и так далее. Виктория Берташ, мама ответственная, она вместе с маленьким Мишей, пришли к врачу, чтобы не только проверить здоровье, но и удостовериться, что после простуды уже можно отделать прививку. Прививка на то, что очень положительная, как бы это дополнительная защита от всяких болезней, поэтому все планируем делать, чтобы ребенку было легче, чтобы больше ходил в сад, чтобы меньше болел. Врачей не боится абсолютно, он хорошо всегда ходит на прием, то есть не плачет ничего, поэтому с этим проблем нет. Прививают малышей от гриппа как платной, так и бесплатной вакциной Гриппол+. Эта профилактическая прививка рекомендована каждому малышу старше 6 месяцев. Родителям, которые скептически подходят к вопросам вакцинации, стоит пересмотреть свои взгляды, потому как помимо риска заболеть гриппом, можно заполучить коронавирус. От такого развития событий никто не застрахован, потому отрадно, что большинство родителей это понимают. Чтобы прививка принесла пользу, а не вред в день вакцинации, необходимо пройти осмотр педиатра с оценкой общего состояния ребенка. Противопоказаний жестких нет. Главное противопоказание – это если во время прививки ребенок болеет. Тогда, конечно, это нежелательно делать такую прививку, потому что может во время этой прививки она просто обострит то заболевание, которое есть. Ребенок будет себя не очень хорошо чувствовать, он будет где-то повышаться температура, возможно, что-то еще пройти. Поэтому есть хронические заболевания, при которых тоже противопоказаны. Но самое главное, в основном таких противопоказаний нету, это только по факту болезни. Но и после того, как ребенок издоравливает, он смело может делать эту прививочку. Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровье, чем он сам. Это слова великого Сократа, и, по-моему, к ним нужно прислушаться. Продолжение следует...